Слушайте доктора Мы были вынуждены еще раз поднять вопрос И сегодня тема звучит как Бесплодный брак Бесплодный брак Что это такое Кто из супругов Должен первым бить тревогу И обращаться к врачам Надо сказать что на сайте есть порядка 5-6 вопросов к вам Николай Владимирович Я их позже задам Или может быть в процессе нашего разговора А сейчас поскольку вы знаете о чем будет идти речь Итак кто из супругов должен первым бить тревогу Как говорится кто виноват Давайте скажем здравствуйте Насчет того кто виноват Раньше всю жизнь в старое время говорили Что все виновата женщина Всегда везде во всем Начиная от Евы Ее яблоко и так далее На самом деле это нет Ситуация меняется Если раньше на самом деле Где-то в пределах 90% бесплодия Это была женская причина Где-то всего 10% была мужская Сейчас ситуация в корне меняется Бесплодие сейчас Скажем так В основном бывает Либо совместная проблема Либо проблема мужская Либо женская И сказать что преобладают Например женщины Уже невозможно Вот Ну Раньше подходы были разные Сейчас Семьерная организация В органее определилась Что если супружеская пара Живет в течение года Не предохраняясь регулярно Не реже чем раз в неделю Вот И не наступает беременность Пора задуматься А не бесплодны ли они Вот здесь очень важный вопрос Потому что Я слышала эти После нашей программы Мне задавали вопросы Ну что Как Мы всего год живем Да Всего год Нам как-то неловко Сейчас идти к врачу Может время еще не пришло Люди-то десятилетиями живут Вот Почему я и подчеркнул Что ВОЗ-то говорит Когда люди живут Год Регулярно Не предохраняясь И не беременеют Пора об этом задуматься И вот тогда Имеет смысл Уже обратиться Самая простая женщина В женскую консультацию И сказать Что-то у меня Не получается Вот тот же самый ВОЗ Отдает цифру 8% Пар Страдают бесплодием На самом деле Это очень большая цифра Я бы сказал Что 8% пар Это в мире Есть народы Которые Первый половак Сразу беременность Вот Мы Немножко урбанизированы Излишне И у нас получается Не так Рост бесплодных пар У нас в стране растет Растет прогрессивно Вот Ну здесь сказывается Их 90-е годы Отсутствие нормальной диспансеризации Оказание медицинской помощи Сплеск Сексуальной революции Который в Европе Прошел лет за 25-30 До этого И поэтому Она сыграла свою роль Плюс Соответственно Достаточно большое количество Заболеваний Передающихся половым путем Которые сейчас Лечат не специалисты А лечится Самостоятельно Самостоятельно Врачи на рекламу Конечно И переходят в хронические Создают большие проблемы И другое Поэтому у нас Бесплодных пар Мы считаем В пределах 20% пар Это бесплодные пары То есть когда мы поняли Год прошел Женщине как минимум Нужно пойти в женскую консультацию И ей там не могут Сейчас сказать Что поживите еще Нет Почему могут И сказать Поживите еще И с этим нужно смириться? Все зависит от того Если доктор спросил О живите регулярно Да регулярно Ну вот раз в месяц У нас получается Но раз в месяц Понимаете Это нерегулярная половая жизнь Вот Поэтому доктор По уму-то Нужно еще объяснить Выяснить Как они живут В сроке ли И туда ли Они живут Вот Ну и соответственно Если все Как положено Тогда имеет смысл Задуматься Самая простейшая вещь Это доктор Сматривает женщину И выявляет Нет ли явных Каких-нибудь нарушений Которые могут ввести К проблему После осмотра Соответственно Уже Раньше Задавались вопросом Ну а давайте-ка Мы вас пообследуем Прочее Прочее Ну простейший Из ведов Обследования Определиться Есть ли вообще Овуляция для начала Овулирует ли это женщина Сейчас полно Тестов на овуляцию Чего угодно Тест просто покажет Есть нет С определенным уровнем Достоверенности Тесты которые в аптеках Продаются Да То есть Женщина самостоятельная Она может сама То есть мы подходим к тому Что есть женское бесплодие Есть мужское бесплодие Мы подходим к тому Есть женское бесплодие Мужское смешанное бесплодие А дальше же куча разных причин Самого бесплодия Вот Николай Ильич Все-таки Бесплодие бывает так Что оно Врожденное И приобретенное Да И что сейчас Выходит на первые позиции Что ридирует Значит понятно Что Врожденное бесплодие Венщина достаточно редкая Это очень редкая вещь Это Отсутствие матки Отсутствие яичников Ну Разные проблемы могут отсутствовать, и яичек у мужчины. Причин может быть много разных. Это редкие влияния, которые выявляются быстро и непринуждённо. В основном, это безплодия приобретённая. Поэтому, как сказать бы, отдавайте мужчину с берега и обследуйся, это тяжело. Почему? Потому что в нашей стране, да и во многих странах мира, есть женские доктора. Акушер-гинеколог есть, в том числе и участковый. А вот андролога и уролога найти, это нужно очень постараться. На весь город Киров, наверное, всего три андролога. Но урологов, может, десятка-два найдётся. Поэтому с этим применение. Почему иногда и проще определиться? А сама по себе женщина подавита ли? Женщины могут определиться сами. Самое простейшее, как раньше говорили, сейчас часто очень учат за рубежом, особенно в странах невысокого развития, не очень богатых, это график ректальных температур. По графику ректальных температур женщина легко может определить. Есть у него ли отца, нет. А дальше, если есть, то уже доктор может легко посмотреть. Может быть, у неё она овулирует, она беременеет, но сразу же с первой месяцей происходит выкидыш, который, в принципе, и не фиксируется. А вот эти все вещи, вот этот тест Вы сказали на овуляцию, график ректальных температур, это всё должен врач сказать? Да, это должен, в принципе, объяснить врач Акушер-гинекологу участковую. Но ведь даже если овуляция происходит, это не значит, что, в общем-то, женщина бесплатна. Первый вариант, есть ли овуляция, мы сразу говорим. Овуляция есть, всё. И есть нормальная вторая фаза. Что значит всё? Если есть овуляция, значит, уже не бесплодно. Значит, уже хорошо, сразу большой плюс, женщина овулирует. Значит, дальше мы по графику ректальных можем видеть, что есть хорошая вторая фаза. То есть, нормально развивается, жёлтое тело, и уровень гормонов правильный идёт. Соответственно, исходя из этого, после этого уже рекомендуют. Вот этот тест простейший, который неинвазивный, ничего, он не требует никаких. Неинвазивный, значит, без вмешательства. Без вмешательства, да. Очень простой. Вот он достаточно простой. После этого рекомендуют мужчине сдать спермограмму. Он сдаёт спермограмму, и, соответственно, мы получаем результат. А что у неё представляет из-за сперма? Хорошая, очень хорошая, восхитительная. Так себе, плохая, ну и вообще бесполезная. Всё равно начинают с женщины. Посмотрите, сначала женщина себя проверяет, а потом только мужчина спермограмма. Я бы сказал, что женские докторов много у нас. Конечно. А мужские им проще. Ну вот, кстати говоря, насчёт спермограммы, это первый вопрос, который пришёл после прошлой нашей передачи. Мария спрашивает. Хотелось бы уточнить, если имеется направление к андрологу со сдачей спермограммы, это будет бесплатно? Значит, в настоящий момент в нашей области сделано очень много в плюс для лечения бесплодных пар. Например, у нас в области, в отличие от других, установлен стандарт базы обследования мужчин для установления причины бесплодия. И там как раз мужчина, обратившись, получает полное обследование. Это микроскопическое исследование спермы, тесты необходимые, микробиологию. Получается, и всё бесплатно. И самое-то главное, что срок на обследование даётся более жёсткий, чем везде где-либо. 30 дней. Почему? Если мужчина обратил, это очень хорошо, очень быстро можно определиться. Есть ли бесплодие мужское, какое, какие причины, и дальше принимать какие-то решения по мужчине. То есть здесь не затягивается? Да, здесь не затягивается. Дело в том, что раньше, во-первых, мужчины стесняются пойти к врачу. Это есть. Женщины, чтобы видеть, пойти мужчину, как, да я, да у меня, у брата пятеро детей, да у меня отца было, и т.д. У меня в предыдущем браке были дети. Мало ли, что было в предыдущем браке. Поэтому сейчас в области, конечно, шаг вперёд сделан. Очень большой сделан, как раз система бесплатного этого обследования. И это всё в поликлиниках по месту жительства. И это бесплатно. Кроме того, мужчина, если стесняется, что-то хочет, он может просто создать спермограмму. Либо в поликлинике есть урологи, либо у нас в Центре планирования семьи. Пришёл, платно сделал спермограмму. Стандартная обычная спермограмма, сейчас, боюсь соврать, где-то, по-моему, рублей 600-700 стоит, но более расширенная, чтобы можно было антиспермальное тело посмотреть, где-то полторы тысячи рублей. И после этого мы получили результат. Она быстро делается? Этот анализ быстро делается? В тот же день. В тот же день можно узнать? В тот же день можно узнать. Поэтому есть вариант платный, есть бесплатный вариант. Понятно, что бесплатный вариант, это когда мужчина начинает обследоваться именно по бесплодию. Тоже самое сейчас сделанное для женщин в нашей области. Здесь сделан отдельный базовый стандарт усиления причины женской бесплодии. Там отводится врачок-широгинеколог женской инфляции 60 дней. В течение двух месяцев он должен разобраться, есть бесплодия женская, нет, и каковы его причины. То есть, если по мужчине понятно, всё в тот же день бывает, правильно я понимаю? Нет, 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 не в тот же день. Женщина устанавливается в течение двух месяцев бесплодия? Ну, вы так сказали. Мужчине месяц, на обследование мужчине месяц, а на женщине даётся два месяца. Чтобы людям было понятно, кто нас сейчас слушает, у кого есть такие вопросы, сколько это займёт времени. Ну, понимаете, если мужчина пришёл сегодня, а после этого пришёл через три месяца, это понятно, может занять и полгода, и год. Ну, сами понимаете. Если вот регулярно всё... То есть одной спермограммы для мужчины недостаточно? Недостаточно. Просто если мужчина решился обследоваться, нужно делать быстрее, пока он не передумал. Да. Да, вот всё дело. Понятно. Но это, вроде бы, какая за рога. Обычно женщины мужчин приводят, судя по всему. Конечно. Или сами приходят? И мужчины приходят сами. Сейчас есть даже тенденция, что у нас молодые люди приходят просто обследоваться, просто дают спермограммы, приходят к андрологам, просто они планируют вступить в брак. Конечно, да. И они хотят убедиться, хорошо ли у них тут. Вот я хотел задать вопрос, да, действительно, вы меня опередили, а планирование до брака сейчас существует, начинается? Да. У нас, кстати говоря, и слушательница спрашивает. Ну, ещё до брака, я не скажу, не до брака, а иногда и в браке просто. Сейчас уже люди стали, многие, значительно разумнее, скажем так, скажу умнее, другие обидят, скажут, значит, мы глупые. Вот, разумнее стали. И многие, перед тем, как завести ребёнка, обследуются. Во-первых, это на уроке лентальной инфекции обследуются. Обследуются на то, что может принести проблемы. И получают консультации, как подготовиться к ремеси. В том числе, например, в наших условиях это даже 3-4 месяца попить фолатов, фолиевой кислоты. Это только на пользу пойдёт. Это в разы уменьшает риск патологии нервной трубки у плода ребёнка. Это на самом деле очень неплохо. А дефицит фолиевого у нас, он есть значительный в области. Ну вот, кстати, наша слушательница Анна на сайте HAKERO.RU спрашивает, как Вы относитесь к опыту некоторых стран, где рекомендуется прежде, чем заключать брак, собрать, что называется, все справки, в том числе выяснить репродуктивный статус. Не думаете ли Вы, что если люди будут заранее знать, будут ли у них собственные дети или нет, браки будут прочнее? Очень хочется ответить, Анне, а как же любовь? Да, понимаете, вот давайте мы разделим две вещи. Высокие чувства любви и желание иметь потомство. Наверное, с точки зрения меня, как врача, особенно, который в учреждении занимается, в том числе и вопросами бесплодия, то для меня, да, вначале, ребята, обследуйтесь, убедитесь, что Вы здоровы, чтоалось все хорошо, а потом уже давайте в ЗАГС. Ну, зачем идут люди в ЗАГС? Вот если идут они в храм, нет вопросов, понятно, вот они перед Богом решили свою любовь закрепить. А в ЗАГС они не знают, печать в паспорте поставить, а зачем печать в паспорте поставить? То есть цель создания семьи, что такое семья? И до ЗАГСа многим известно, что может даже возникнуть резус конфликтная беременность. И для этого не нужно проходить специальное обследование, но чувства берут вверх. Я просто, Вы сейчас, нет, они о том, Анна спрашивает все-таки о том, что, как Вы к такому опыту относитесь, когда люди заранее до брака знают свой статус репродуктивный. Хорошо это или плохо? Это Вам как к человеку сейчас вопрос. Я говорю, некоторые заключают брачный контракт. Что поделаешь, хорошо это или плохо? А где же тут любовь? Вот, поэтому трудно ответить. Я однозначно не готов ответить, то, что люди обследованы перед тем хорошим. Я сейчас говорю, наверное, в связке с тем, что Вы сказали. Раз молодые люди сейчас стали интересоваться, насколько они репродуктивно, да, репродуктивные их способности нормальные, то, наверное, тенденция все-таки такая есть, что узнают заранее. Понятно. Во-первых, это есть. Второе, в настоящий момент, даже просто находясь в браке, люди начинают планировать беременность. А когда они планируют беременность, они хотят, чтобы было, в принципе, все хорошо. Поэтому они просто проходят обследование. В первую очередь, как раз, это норогенитальная инфекция, убедить, что с этим все нормально. Ну и, соответственно, получить рекомендации. Это уже люди, живущие в браке. Я тебя бы хотел добавить, потому что я считаю, это не совсем правильно. Ну, с точки зрения, скажем так, доктора и специалиста, наверное, да, легче болезнь предупредить, чем ее лечить. Но здесь не нужно забывать о том, что, можно сказать, существуют чувства. И второй момент о том, что если есть какие-то проблемы, они могут быть решены. Мы говорили о том, что можно пройти обследоваться, можно пройти, скажем так, какую-то подготовку медикаментозную, ну и так далее. И забеременеть, зачать ребенка. Можно воспользоваться, пройти процедуру ЭКО и так далее. То есть, если даже ситуация, скажем так, неблагоприятная, текущая, то ее в дальнейшем можно каким-то образом решить. И я не думаю, что это должно вставать во главу угла при заключении брака и принятии решения о заключении брака. О, так вот, здесь как раз вопрос, наверное, двоякий. Как я уже говорил. Если любят друг друга и хотят жить вечно, нет вопроса жить вечно. А когда цель стоит не только любовь, а семью, а семья – это не два человека, это минимум три. Вот семью они становятся. Дело в том, что кто такой муж и жена между собой? Они родственники? Нет. Они свояки. Степень родня, свойства. Они никакого родства не имеют. А как только появился ребенок, вот тогда они становятся родственниками через этого ребенка. Вот они тогда родные. Итак, мужчины и женщины обследовались. То есть, давайте еще раз определим, что… Мы сказали, что может быть у женщин, а что может быть у мужчин причинами бесплодия? Или как это проявляется? Значит, уж давайте мы сегодня лейбез большой считать не будем, потому что причин бесплодия очень много. Мы начинаем с механической причины, гормональной причины. Там десятки причин, которые могут быть бесплодия. То есть, мы должны принципиально определиться одно. Бесплодие абсолютное или относительное? И у тех, и у других. Первое – абсолютное бесплодие. Значит, 100% человек не может иметь ребенка. Это может быть как женщина. Например, у него удалена матка. Значит, у него абсолютное бесплодие. Но, опять же, это для нее он абсолютно. Например, с него функционируют яичники. То есть, повод подавиться через суррогатное материнство. Так что оно уже не является абсолютным. Значит, у мужчины отсутствуют яичники. Понятно, что… Но сейчас же идут разработки большие. Пока они до нас не дошли. Но когда мы сможем из клетки крови мужской получать генетический материал для того, чтобы… Идут такие разработки. Идут такие разработки. Разработки идут. Идут очень серьезные. А сейчас, когда у мужчины, например, спермосмертозоидов не содержат, спасибо нашим коллегам-урологам. Они довольно-таки неплохо научились. Мы делаем и пункционную биопсию. Но проще, чем мы сторонники, больше открытая биопсия. Получаем яичко, получаем тканечко, получаем оттуда спермосозоид. Один-единственный, например. И с помощью ИКСИ помогаем ему забеременеть. С помощью чего? Это такая процедура, когда… Для того, чтобы, скажем так, забеременела женщина, нужен не один спермосозоид. Нужны их братва. Они нападают на яйцеклетку, активно атакуют. Вы в школе это видели. И самый хитрый проникает. А вот когда он один, он попасть не может. Да ещё яйцеклетка может сопротивляться. Поэтому есть процедура ИКСИ. Когда сперматозоиду отламывают хвостик, делают маленький прокольчик. Яйцеклетки, неважно, хочешь, ты не хочешь, надо в яйцеклетка. И головку вводят туда. И вот это уже истинный верх. Это в том случае, если не вырабатываются собственные сперматозоиды. Значит, если их очень мало, например. Если их очень мало. Или если не происходит в чашке Петри, скажем так, оплодотворение просто нативной спермы. То используется процедура ИКСИ. Даже такое делается? Да. Так, а когда смешанное бывает бесплодие? Когда смешанное бесплодие, видите, оно, если относительно то и другое, то оно, в принципе, лечь развится различными путями. Иногда, например, у женщины всё довольно-таки так неплохо. Или мы её подлечили, у неё стало хорошо. А у мужчины сперма, например, не очень высокого качества. Есть искусственный инсеминат, например, сперма мужа. Когда мы получаем эту сперму, её обрабатываем, обогащаем и вводим её в полость матки. И получаем беременность таким путём. Следующий вариант, например, можете использовать и сперму донора как вариант. Да. Точно так же при... В прошлый раз вы говорили, что у нас сейчас существует достаточно обширный банк доноров. Ну, в стране, да, в мире бы огромный банк. У нас небольшой, мы пока свой банк начинаем только формировать. Мы, в основном, пользуемся сейчас Нижегородским банком спермы. То есть мы имеем возможность пользоваться банками. И вот тут вопрос от Андрея. Можно ли подобрать такого донора спермы, который был бы похож на мужа? Ну, во-первых. Андрей интересуется, видимо, хочется, чтобы ребёнок был похож на него. Во-первых, доноры все анонимны. Да, можно раскрывать информацию. Второе, мы отдаём только фенотипические признаки. Донора говорим, что вот его рост, например, метр восемьдесят, что он, например, брюнет с голубыми глазами. Цвет кожи. Цвет кожи, да. Тип скул. Шокоскул. Национальность. Да, указан национальность. Есть особенность национальности, указан национальность, потому что иногда подбирают по национальности. Но здесь, понимаете, есть такая очень хитрая наука генетика. И человек может быть внешне весь такой блондин, весь такой хорошенький из себя. А ребёнок-то у него родится, извините меня, густой брюнет, в прадедушку или в дедушку, большим горбатым носом. И ничего не поделаешь. Надо об этом помнить всегда. Надо помнить всегда. Никогда не надо видеть женщину. Бывает и наоборот. Да, бывает и наоборот. Но фотографии ведь не видят, правда же, доноров? Нет, никто фотографий доноров не увидит. Даже как-то схематично никогда. Да, понятно. Но тем не менее, как-то по фенотипу, как вы сказали, можно подобрать. Да. Да, вот такое, понятно. Есть ещё один вопрос. Когда возраст мужчины от Виктора, когда возраст мужчины начинает сказываться на его репродуктивных способностях? У меня с женой разница в 30 лет, мы думаем о ребёнке. Ну, судя по всему, мужчине не менее 50 лет. Значит, давайте сведите с чего? Женщина рождается сразу с полным запасом яйцеклеток. Они есть всегда. И пока женщина взрослеет, молодеет, стареет, яйцеклеток проходит весь цикл в полном объёме. И с каждым женским годом накапливается большее количество патологических форм и более старых яйцеклеток. Мы, можно сказать, настроены немножечко иначе. Каждые 72 часа свежая порция выбегает в бой. Одинаково качество? Ну, относительно одинаково, не одинаково, но свежая порция, они каждый раз обновляются. Они каждая свеженькие, новенькие, созревшие. И поэтому говорят, вот тут мы изучали ребёночка, он в этот день был выпившим. Ну и что, что он в этот день был выпившим? Они то, что он влил в неё, было за три дня до этого. Если он не пил тот месяц, так ничего страшного и не произойдёт. Поэтому возраст мужчины в этом плане некой принципиальной роли не играет. Ну и всё-таки репродуктивные способности мужчины, что они с возрастом, они что, не изменяются? Как вам сказать, у всех по-разному. Некоторые могут и в 95 лет совершать по 5-2 актов в неделю, а некоторые, извините меня, и в 18 лет могут совершать 1-2 в месяц. Поэтому говорить об этом трудно. Половая конституция – вещь такая своеобразная. А вот возрастные особенности и разница в возрасте, она может быть причиной бесплодного брака? Может быть. Если у мужчины тоже накопились разные проблемы, он имеет хронический простатит и прочее, прочее, понятное дело, что он… То есть бесплодие с возрастом возникает именно из-за накопившихся медицинских каких-то проблем, из-за других болезней, которые сопутствовали в человеку жизни. Нет? Нет. Я же говорил, что есть определенные врожденные патологии, патологии, приобретенные в период полового созревания. Вот. Вы знаете, в жизни сталкиваешься с такими историями среди знакомых. Мы долго поженились, долго не могли завести детей, сходили на консультацию, полечились, съездили куда-то и завели ребенка. И после этого сразу же фактически мы завели второго и потом завели третьего. А вот я где-то встречался с такими случаями и читал, что бывают ситуации обратные, когда бесплодие возникает уже после рождения первого ребенка. А что это такое? А с чем это связано? Причин здесь может быть много. Во-первых, организм может посчитал для себя, что он свою функцию выпадал. Спасибо, до свидания. Тут запас. Что значит организм посчитает для себя? А вот именно так. Чей, женский или мужской? Женский, например. Он запас яйцеклеток, который мог нормально, качественно их выделить и сказал, все, хватит, отдыхаю. Во-вторых, понятно, что во время… Это какие-то генетические особенности этой конкретной женщины? Это могут быть генетические особенности. Это могут быть проблемы, перенесенные во время самой беременности, во время родов. Так это психологические какие-то… Совсем не обязательно. Во-первых, женщина может перенести тяжелый гистоз, который может сказаться на изменении функций гормонального статуса этой женщины. Мога объяснить микротромбоэмболии и так далее. То есть причин может быть очень много. Но вот как вы сказали… Меняется гормональный статус. Да. Он может как улучшиться, может стабилизироваться в то же место, а может как ухудшиться. Хотим, не хотим беременность – это нелегкое дело. Вот. Поэтому мне лучше вступать максимально здоровой и, соответственно, остаться здоровой после беременности. Но гормональный статус… В свое время, это и сейчас, основное усыновление идет через определенные органы, проще. Раньше люди обращались к нам, очень с этим, мы работали совместно с нашими государственными службами, помогали усыновлять. И вот тут как раз мы заметили очень часто эту вещь. Только пару усыновляют ребенка, который долго лечил заболевания. У нас икота-то не было. В течение года они беременеют сами. Что это? С шести-семилетним бетонином. Почему мы стали их всегда приближать? Понимаете, у вас шанс, что вот вы ребенка усыновите, и вполне возможно, что вы за меня поймите одно. Ребенок не игрушка. Вот вы его усыновили, это уже ваш ребенок. Это ваша такая же кровинушка, как и тот. А почему это случается, что усыновив ребенка, люди… Пути Господней неисповедимы. Ну что тут вы говорите, вы пронаблюдали, что увидите эту тенденцию. С чем это связано? Значит, есть очень хорошее наблюдение. Вот на меня могут просто некоторые пары сейчас обидеться, но когда женщины лечатся от бесплодия, или когда у них оно есть и даже не лечатся, просто страдают из-за этого, они, бывает, зацикливаются в этом настолько сильно, что мозг у них работает неправильно. По умолчанию с ними поработает хороший психотерапевт, бывает у них просто спокойно в обычном цикле, без всякого там ЭКО, без всяких крутых лечений, стимуляции наступает беременность. Потому что, ну, как говорят, все болезни от нервов, только сивилис от удовольствия. Вот так вот здесь как раз от нервов-то очень часто женщины. Вот почему бывает, когда женщинам сказали, все, да, у вас ничего не получается, давайте мы сейчас поставим крест, будем готовить вас на ЭКО, а вы съездите в санаторий, отдохните, в свое удовольствие, и все. Съездили, приезжают, и на тебе беременность. Там-то они просто любили друг друга, они занимались сексом с целью сделать ребенка. Все произошло в переключениях, потому что нормальная овуляция, нормально сработали, маточные трубы правильно работали, нормальная порция вылетела, и все произошло. Так и хочется задать Николай Викторович вопрос, не совсем может быть удобный, который понравится нашим слушателям, но я попытаюсь к нему подойти с той стороны, что в наше время большинство, скажем так, пар, которые строят планы на дальнейшую жизнь, они подходят к этому достаточно так прагматично. Надо завести жильем, нужно стабильный заработок, нужно обставить квартиру, нужно сделать ремонт, ну и так далее. Ставим какие-то планы. И раньше этого ребенка заводить нельзя. Поэтому осознанно рождение ребенка откладывается на какой-то период. И, наверное, совершенно очевидно, что в последние несколько десятилетий возраст женщины, которая впервые рожает ребенка, он несколько вырос, увеличился. Вот есть такое понятие возрастная, превродящее. Все-таки хочется спросить у вас, как у специалиста, когда все-таки оптимальный возраст рождения ребенка? По современным меркам. Да, по современным меркам. И когда по современным меркам, вот с учетом наших жизненных реалий, все-таки пора заканчиваться. Пора заканчиваться, и уже надо понимать, что, в общем-то, ты возрастная, превродящая. Ну, видите, сейчас говорить на эту тему. Опять точно так же будет неоднозначное восприятие слушателей. Ну, вероятно, предполагается. Значит, давайте исходить из принципа. Есть, то есть с точки зрения социологии и всего прочего. От один вопрос я буду говорить с точки зрения здоровья и медицины. Оптимальное возраст рождения ребенка с точки зрения медицины – это через два года после наступления нормальных устраившихся месячных, то есть в среднем 16 лет, и до 24-26 лет – это рождение первого ребенка оптимально с точки зрения биологической женщины. Я имею в виду. Понятно, что пока у нас сейчас 16 лет, они еще дети, и очень дети. Поэтому где-то возраст наиболее, наверное, оптимальный – это с 18, 24, 26 лет – это рождение первого ребенка. Но, в принципе, для того, чтобы было все хорошо, до 30 лет женщина должна родить ребенка. Первого. Да. Это просто необходимо, это женскому организму. Это очень важно. Понятно, когда предел, ну, как. Сейчас начинается у многих женщин ранний климакс. У нас сейчас женщины приходят бы 36-38 лет, они уже вступают в климактерии. Это плохо. Это проблема. Хотя, может быть, это и показатель того, что женщина должна свою репутативную функцию, желательно выполнить до 36-38 до 40 лет. Скажем так, с каждым годом старше 30 лет риск рождения, например, ребенка с разными болезнями увеличивается в разы. И, например, риск развития определенных болезней в 40 лет выше, чем в 20, например, в 15-20 раз. И поэтому, сами понимаете, что… А что такое происходит? Объясните, пожалуйста, Николай Владимирович, потому что девушки все, конечно, все, они смотрят вот на этих самых звезд наших. На Барби. Наших. Почему так? Причем тут Барби? Барби не лажает детей. С детства, да. Дмитрий Александрович. Я про живых женщин сейчас говорю, которые в любом возрасте сейчас после 40 и 50 лет получают двойню. Там, да, это, пожалуйста, Дженнифер Лопес, там, Моника Белуччи и прочее. Люди, актрисы, звезды голливудские и наши звезды, они после 40 и даже 45 первого ребенка заводят. Как это вообще происходит? Ну, во-первых, скажем так, многие из них заводят своего первого ребенка, очень часто бывает, не из своей яйцеклетки. Не самостоятельно? Не из своей яйцеклетки, а из более молодой, хорошей донорской яйцеклетки. Донорской? Конечно. А не свои замороженные, может быть, уже там вот, нет? Давайте, когда у нас некоторые великие звезды рассказывают сказки, что они 25 лет назад заморозили свои яйцеклетки, в тот момент эти технологии практически не существовали. Если еще эмбрионы могли морозить, то яйцеклетки морозить стали не так давно. Заморозить, то можно что угодно, суметь разморозить живым, это проблематичнее. Поэтому эти сказки про то, что там чуть не в 75-м году я заморозил свои яйцеклетки для того, чтобы потом весь мир насытить своей копией. Это нет. Но все-таки 45-летние рожающие женщины на Западе, это естественное явление сейчас? Нет, это не естественное, это уже редкость. Это точно такая же редкость. Как женщина в этом возрасте может решиться рожать ребенка, тем более, если это, например, либо первый, либо с большим перерывом от первого ребенка? Не хочется говорить. Грустно как-то, Николай Владимирович. Ну, мы-то видим этим примером. Женщины могут решиться на многое. То есть это не лучший пример. Играет материнский инстинкт, и часто он отключает головной мозг. Вот у меня сейчас женщина обидится, у нас примеров много. Сейчас есть женщины, которые, например, и у нас были такие неразы, с которым врачом было сказано, что если вы забеременеете, это будет ваш смертный приговор. Они идут на это все равно. Женщина ждет год, два, три, думает, и она рожает. Я должна родить. Вопрос один. Инстинкт, повиня, сырала свою роль. А нужен ли будет, когда ее не будет, этот ребенок папе? А кто его будет поднимать? А легко ли ребенку жить без мамы? А так она могла бы жить, жить, жить. А уже когда один ребенок есть, я могла бы вырастить его. А тут можно остаться два ребенка. Без мамы-то. Поэтому здесь это чувство. Осуждать что-то. Я не берусь. Это не мое право, не мое дело. Мы должны им просто помочь. Насколько можем максимально. То есть вы развеяли сейчас миф о том, что голливудские звезды и наши звезды, 45-летние и старше, самостоятельно рожают здоровых детей. Я скажу одно. Я скажу, что нет, это все ложь. Они могут меня обвинить. Я считаю супер. Я скажу одно. Вероятность этого настолько мала, что я считаю ее ничтожной. У нас остается буквально две минуты до завершения нашего эфира. Давайте скажем вот такие существенные посылы дадим тем людям, которые писали нам на сайте хакирова.ру накануне нашей программы, задавали вопросы, которые думают, что у них бесплодие или они действительно уже считают, что бесплодный брак. Вот четко, что им сейчас нужно сделать. Значит, настоящий момент я как раз говорю. И на какие суммы рассчитывают? Вот когда мы говорим о суммах, вот в нашей области, еще раз подчеркиваю, наш регион шагнул далеко вперед со многими другими. Мы сделали очень много бесплатно для женщин. Ну, во-первых, количество ЭКО, извините, прогрессивно нарастает, но чего уж тут говорить. Значит, если мы ЭКО сделали в 2012 году 365, потом 407, 407, 487, то есть оно идет по нарастающим году, мы еще планируем сделать 600 процедур. И вы говорили в прошлый раз, что 600 – это как раз хороший показатель для Кировской области. Для нашей области как раз где-то нормативный показатель. Практически вся очередь закрывается. Значит, сейчас сделали, говорю, стандарт абсолютно для мужчин и для женщин. Это большой плюс. Это во всех женских консультациях, это женские консультации оплачиваются фондом обязательно иметь страхование. Это наше министерство пробило это. Это большой, огромный плюс. Значит, в том числе по направлению из женской консультации женщины могут пройти это и у нас в Центре планирования семьи, но по направлению женской консультации. Прежде всего в женскую консультацию, зная, что у тебя есть… Нет, женщина, если хочет, она говорит, не хочу свою женскую, хочу платить, пожалуйста. Она приходит на платный прием в Центре планирования семьи, ее смотрят, оценивают. Если да, есть проблема, например, или сразу есть показания к ЭКО, она будет у нас проходить по этому уже бесплатному комплексу, все обследование, подготовка, какое будет направлено на ЭКО. А к вам, кстати, платные центры отправляют своих клиентов на обследование? Платные центры обследуются сами. Сами. Вот, они обследуются сами. Иногда платные центры направляют нам после обследования на ЭКО по нашей программе. Бесплатно. Бесплатно. Ну, чаще всего они бывают заинтересованы получить деньги еще от центров ЭКО, мы-то ведь никому не платим. Вот. То направляют в другие регионы, понятно, получается, это гешет. Понятно, что любой паре, которая, если она Кировская, выезд, например, там, в тот же Нижний, Москву, Санкт-Петербург, обойдется дороже, там надо за это время жить и прочее, чем здесь. Все можно сделать у нас сейчас. Все можно сделать у нас. Есть показания. Вопросы диагностики, лечения бесплодия, все можно сделать с первым. Вот у нас, давайте сразу на ЭКО. Нет. В этом и задается задача. Определиться, какое бесплодие. И дать себе время. Терпение. И дальше уже, соответственно, готовиться. Потому что можно просто пролечиться или всяких вспомогать их, репродуктивные технологии, забеременеть. До них мы иногда при особо невысоком качестве спермы, мы просто предлагаем обязательно провести 2-3 процедуры. Все понятно. Именно искусственная инсеминация. Но вот это платно. Николай Владимирович, заканчивается у нас время нашей программы. Спасибо, что вы к нам пришли. Напоминаю, что на сайте хакерова.ру мы теперь будем выкладывать накануне прихода нашего гостя анонс, что у нас будет за тема. Вы сможете задавать вопросы, и как сегодня Николай Владимирович это сделал, ответят на ваши вопросы. Дмитрий Курдюмов, Светлана Занько, Николай Семеновский. Мы заканчиваем программу «Слушайте доктора». До свидания. До свидания. До свидания. Слушайте доктора. Дмитрий Курдюмов.